Моя цель была помочь студентам, чтобы они нашли какое-то место, где можно было бы почитать книги, заняться уроками для школьников. Это очень хорошее место. Айджан Им недавно закончила университет. Она владеет несколькими иностранными языками и планирует продолжить учебу за границей. До открытия своего дела были некоторые опасения, как будут воспринимать девушку в хиджабе, занимающуюся бизнесом. Однако на практике оказалось, единоверцы-мусульмане и последователи других религий не видят в этом ничего предрассудительного. Своим примером я хотела показать, что и девушки в платках, исповедуя свою религию, свои нормы, обряды, могут добиться успехов, не боясь социума, не боясь плохих взглядов. Естественно, было бы сложно без поддержки со стороны родных. Отец Айджан Им считает, что делать из девушек затворниц по религиозным мотивам – дело ошибочное. Поэтому он даже подталкивал дочь к созданию своего дела. Надо открывать правильный путь, правильную работу надо показать, полезные людям. Кафетерий находится через дорогу от мечети. Тут же рукой подать до еще одного магазина, где работает мама Айджан Им. Она продает здесь одежду для мусульман и различные аксессуары. Аида Исимбаева в малом и среднем бизнесе с 20-летнего возраста. В религию пришла не сразу. Стать правоверной мусульманкой и остаться бизнес-леде – у нее это получилось. Религия наша не запрещает. Наша религия, наоборот, она говорит, чтобы мы все учились, чтобы мы работали, чтобы мы создавали что-то еще лучшее. Это очень хорошо, когда женщина, она и работает, потому что она получает больше знаний, у нее больше уверенности в себе. И женщины у нас именно в Кыргызстане, я вот тоже езжу по многим странам, у нас женщины очень активные. Активные, вне зависимости от веры или других убеждений. Аида Исимбаева считает, что хорошего предпринимателя формирует характер и моральные принципы человека. Неважно, какой он религии придерживается, главное – соблюдать законы государства и быть честными по отношению к клиентам. Модное цветоводство с ноткой женской заботы. Это небольшой цветочный бизнес. Лидия Зиналова – представитель общины Бахаи Кыргызстана. Она профессионально выращивает домашние цветы, при этом большое внимание уделяет эстетике. Креативное сочетание растения, горшочка и других элементов рождает вот такие причудливые и интересные фигуры. Лидия не просто цветовод. Она еще ведет популярный тематический видеоблог, в котором делится секретами своего мастерства и премудростями ландшафтного дизайна. Увлечение молодости цветы переросло в дело всей жизни. Лидия говорит, что никогда не видела препятствий для своего предпринимательства ни по религиозным, ни по гендерным мотивам. Она вообще не склонна разделять предпринимателей на верующих и атеистов, на мужчин и женщин. Главное – труд человека должен приносить пользу обществу. Я думаю, что сейчас даже если какая-то часть общества считает, что женщина должна сидеть дома, колесо истории, так вот маховик, так раскручен, что все равно женщина всегда будет, после того, как она до какого-то определенного возраста послужила, своей семье, ребенку уже отдала, в первый класс, в кружке, все, все равно она будет хотеть быть нужной обществу. И для семьи она всегда будет интересна, когда она востребована. Правильно? Я так считаю. В этой семье также активно трудятся все женщины. Дочь Лидии Тамила в своей художественной мастерской выполняет поступившие заказы на вот такие оригинальные подарки. Она создает мыло ручной работы. Наверное, я творчеством занимаюсь в глобальном смысле. Занимаюсь и войлоком, делаю картины, пишу, можно сказать. Сейчас на данный момент занимаюсь мыловарением. Быть последователем религии Бахаи и предпринимательницей – в этом есть доля ответственности. По убеждению Тамилы, один из принципов бахаизма – необходимость следовать высоким личным моральным принципам. А значит, бизнес нужно вести честно и с полной отдачей. Мой труд конкретно, да, в нем есть и желание улучшить мир, но также я хочу улучшить свое богостояние. Поэтому это не запрещено, это даже воспевается, потому что ни в какой религии не воспевается быть еждивенцем. Это частная стоматологическая клиника. Ее главврач и основатель – христианка Татьяна Ни. Она рассказывает, что 10 лет назад ее единоверцы из Германии неожиданно предложили инвестиции для открытия стоматологии. Сегодня клиника Татьяны – одна из самых востребованных в Бишкеке. Если ты стараешься, делаешь все возможное, вкладываешь силы, талант, какой-то свою страсть, и ты хочешь сделать благо для людей, обычно это восполняется все в сто крат, даже как ты не ожидаешь. Ну вот так у меня произошло в жизни. Татьяна говорит, что в ее клинике любой клиент вне зависимости от вероисповедания получает профессиональную помощь, а некоторое отличие взглядов и убеждений клиентов от ее собственных не является проблемой. Обычно это исходит от лидеров конфессий, когда они просят, например, покрыть голову. Не трудно, я покрываю голову чепчиком, это очень легко. У меня такого давления, как для верующей женщины, нет. И я легко могу сказать, да, я верю в Бога. Отношение к женщинам-предпринимателям в религиозных сообществах неоднозначно и часто противоречиво, от полного одобрения до явного порицания. Однако для развития и процветания страны выход женщин на бизнес-арену – это экономический толчок. И религиозный плюрализм, развивающийся в кыргызстанском обществе – тенденция, которая способствует укреплению государства.